Второй фестиваль «Одаренные дети Арктики» стартовал в Ненецком округе. Его торжественные открытия приурочили ко Дню Российской науки. Этот профессиональный праздник отмечают 8 февраля на протяжении уже 18 лет. Интеллектуальные конкурсы, спортивные состязания, творческие задания и даже модные квесты. Впервые фестиваль в Ненецком автономном округе прошел в 2017 году. Тогда в нем приняли участие более 4000 обучающихся образовательных организаций Ненецкого округа. Фестиваль «Одаренные дети Арктики» помогает нашим обучающимся в школах раскрыть свои таланты, выступить во многих интеллектуальных конкурсах. Фестиваль проводится с целью популяризации пропаганды науки, научных знаний, достижений науки и техники, выявления, сопровождения, поддержки одаренных детей и подростков в нашем регионе. Среди собравшихся в зале школьники, уже получившие признание в учебе, творческих конкурсах, и те, кто имеет потенциал, но еще не успел его раскрыть. Я начал заниматься плаванием, и все, пошло дело вверх. Результаты есть? Да. Какие? Вторые места есть уже. Я танцую в морожках тут. Мы уже выступали на Масленице, на площади. Сейчас в банк данных одаренных детей Ненецкого округа записано 180 юных жителей, в том числе 106 в Нарьинмарии и 74 в окружных селах. При этом интеллектуальную одаренность показал 121 школьник, творческую 46, спортивную 10. Шестиклассница Наталья Безумова, несомненно, кандидат в победители. Девочка серьезно занимается музыкой, выступает на сцене, участвует в интеллектуальных конкурсах. Говорит, быть одаренным ребенком нетрудно, только времени не хватает. Иногда да, иногда нет в разных ситуациях. А, в чем трудность? Ну, это нужно очень много времени уделять. Практически не остается свободного времени. В числе мероприятий региональный конкурс учебно-исследовательских работ, 12-е малое вакуумовские чтения, региональный этап Ломоносовского турнира, всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика», различные лектории. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут психологические тренинги для одаренных детей, семинар-совещания для педагогических работников. Поэтому, ребята, дерзайте, выбирайте себе конкурсы по душе, побеждайте в них, развивайтесь. И уверяю вас, что заниматься научной исследовательской деятельностью, заниматься в сфере искусства – это, наверное, одни из самых интересных занятий в жизни. Фестиваль «Одаренные дети Арктики» будет проходить до конца апреля. По его итогам, во время торжественной церемонии закрытия победители и призеры получат заслуженные награды.